Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я блог по образованию виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Сегодня мы с вами поговорим об особенностях приготовления вин из таких сортов, как Альфа, Изабыла и Молдова. Очень часто вы спрашиваете, как сделать хорошее вино из этих сортов. Очень часто именно про эти сорта говорят, что только вода, только сахар, и как иначе с ними работать нельзя. А давайте разберемся, а чем они вообще отличаются от других сортов винограда. В большинстве случаев вы мне скажете, у них высокая кислота. Серьезно? Никто из вас никогда не интересовался цифрами, действительно ли она там высокая. Я тут немножко буду подглядывать шпаргалку. Когда я готовилась к этому видео, я посмотрела в справочных материалах содержание кислоты в некоторых сортах винограда, которые используются для вина. Так вот, дружба 9 грамм на литр. Изабелла 7,9. Вас ничего не смущает? Мускат венгерский 8. Дальше. Фронтиньяк 10,14. Я не слышу поголовно на каждом шагу, чтобы говорили, что фронтиньяк очень кислый, и там надо работать только с водой. Дальше. Альфа 11. Молдова 7,9. Мерло 5,2,8,5. И Пинануар 7,7. Понятно, что цифры средние, цифры условные. И самое важное, это цифры указанные для спелого винограда. Это как раз таки то, что я вам утвержу буквально из ролика в ролик, что для виноделий используется спелый виноград, вызревший. Касательно Альфа и Изабеллы. В чем их особенность? У них уже может быть высокий сахар, но кислота уходит поздно. Бывает, у некоторых сортов она уходит рано, и там даже при низком сахаре ягодка такая уже вкусненькая и приятная. У некоторых сортов наоборот. Вот она держится до последнего, а потом уходит. И это как раз таки характерно для Альфа и Изабеллы. И поэтому просто не надо спешить их срезать. Дать им возможность повисеть. Касательно Молдовы. Вообще откуда пошел этот мир, что Молдова кислая, ее обязательно надо разбавлять. Молдова – это виноград, который чаще всего используется в качестве столовой для еды. Так вот, если бы она была кислая, действительно кислая, то вы бы ее просто не смогли есть. Если вы считаете, что Молдова кислая, то вы просто не пробовали кислый виноград на самом деле. И еще пару слов касательно кислоты. Смотрите, для виноделия вот это абсолютно содержание кислоты, оно, конечно, имеет некоторое значение. Но гораздо более важное, важно показать, это PH-фактор. То есть сила этих кислот. Кислоты в винограде бывают разные. И вот наибольшее значение, важное, имеет именно вот этот самый PH-фактор. Потому что при определенном его значении, если он слишком низкий, то суслов бродит плохо, долго. При слишком высоком его значении суслов будет подвержен различным заболеваниям. От PH до 3,5. Это очень хороший показатель. Там, кроме дрожжей, практически никто не живет. Но когда поднимается выше, тогда там вполне себе могут размножаться различные микроорганизмы, не очень хорошие, которые могут привести наш вину к порче. И дабы не быть голословной, я специально в магазине купила ветку Молдовы. Причем специально же выбирала, чтобы она была с зелеными гребнями. То есть такого, да, по-зеленее. И сейчас мы с вами посмотрим ее параметры. С сахаром здесь все печально. 12, но нам больше всего интересен. PH. Вот так, замеряем. Так, прибор показывает 2,8. Конечно, кисловат, да? Но я вам сказала, какой сахар. 12. Грубо говоря, сорвали недозревшую ягоду, да? Поэтому такой PH. Чуть-чуть бы она еще повисела на кусту. И у нас бы было все хорошо. И то, с такой цифрой можно работать на самом деле. Еще такой момент. Дрожжи – это вообще потрясающие умные микроорганизмы. И они любят жить в комфортной среде. Смотрите, что они делают. Если слишком кисло, да, некомфортно. Почему я говорю, что если PH слишком низкий, то сусло долго забраживает и бродит тоже долго. Потому что дрожжам некомфортно. Но они могут частично вот этот комфорт себе компенсировать. И подъедать часть кислоты. Таким образом создавая более благоприятные условия. И поэтому при брожении PH-фактора он увеличивается. Даже вот буквально недавно мы провели такой небольшой эксперимент. Когда поставили сусло, был PH 3,2. Прошло 4 дня, мы снимаем с мезги. PH поднялся, он уже 3,5. То есть дрожжи создали себе комфортные условия. Но это же правило работает в другую сторону. Если кислоты недостаточно, дрожжам все равно хочется жить комфортно. И поэтому они начинают кислоту производить. Но производят они кислоту уксусную. Конечно, в уксус ваше вину не превратится. Но появляется так называемая летучая кислотность. Появляются немножко вот такие уксусные запахи, уксусные тона. Поэтому избавляться от кислоты, если избавляться, надо разумно. Потому что сделать можно хуже. Как все-таки с ней совладать, если по каким-то причинам у нас ягода чуть не дозрела, мы поговорим буквально через несколько минут. Следующий миф, который во всех рецептах тоже пишет, что почему надо разбавлять альфу из Апелла Молдулой водой, потому что вино получается слишком тяжелым. Тоже я много раз и во многих роликах повторяла, что тяжесть, скажем так, вина, а вообще его плотность и насыщенность регулируются не водой. Абсолютно другими способами. Всего лишь временную выдержку на мизге. Если вы считаете, что из Альфы, из Апелла или Молдовы получается тяжелое вино, то вы просто не пробовали другую ягоду. Очень рекомендую попробовать ягоду, например, Каберна и Кортиса, особенно чуть не дозревшую. Вот тогда вы помните, что да, вот там может быть тяжелое. Да, никто не кричит на каждом углу, что Каберна и Кортис надо разводить водой. То есть вода и сахар – это вообще не правильное дело. Если сахар еще можно в исключительных случаях, то вода все-таки – это не правильное дело. Либо, опять же, если очень-очень исключительный случай, то мы делаем замеры и разводим до определенных цифр, до определенных параметров. Как я уже говорила, регулируется оно временем выдержки на мизге. И тут вы сами для себя решаете, сколько вам держать. Насколько насыщенное вино вы хотите получить. Чем дольше держим, тем оно более холодное, более насыщенное, более тяжелое будет. Чем меньше, тем более легким. И еще такой момент температуры дрожения. Смотрите, чем она выше, тем вино будет более насыщенным. Чем она ниже, от 15 градусов, например, мы смотрим, тем вино будет более тонким, более легким. И касательно Альфа и Забеллы, сильно высокую температуру, выше 25 градусов, может держать и не стоит. Но, опять же, мы смотрим по нашим возможностям. Не всегда у нас есть какие-то холодные помещения, либо теплые. То есть с ними можно работать при температуре градусов 20, можно даже чуть ниже, можно с этим поэкспериментировать. В Молдову можно держать при чуть более высоких температурах. То есть тут все в ваших руках. Тут есть целый ряд инструментов, которые помогут вам получить тот результат, который вы хотите. Как же нам все-таки бороться с этой самой кислотой, если нам кажется, а может и не кажется, что она все-таки повышена? Как понять? Пробуем ягоду, и если она не просто кисленькая, а вот прям жжет нам губы, жжет язык кислоты, да, действительно она повышена. Если наряду с этим у нас еще не самый высокий сахар, то это говорит о том, что ягода не дозрела. И, конечно, лучше ей дать дозреть на кусте. Но бывают такие случаи, когда мы не можем дальше держать по определенным известным нам причинам. Что делать в таком случае? Так вот, у виноделов много есть инструментов для того, чтобы с этим работать. Инструмент первый. Мы берем гроздь, срезаем и помещаем их дня на два при температуре 40-45 градусов. Что это может быть? Парилка, инфракрасный коврик, какой-то подогреватель, может быть, печка. Кто-то помещает на теплый пол. Вариантов реализации много. Что в это время происходит? В это время яблочная, вот эта самая вкусно-чая агрессивная кислота, она переходит в сахар. Те, кто не верит, что это происходит, читаем учебный Керебюро Гайон, теория и практика виноделия. Там этот процесс очень хорошо описан. Итак, у нас, во-первых, уменьшается кислота. Во-вторых, увеличивается сахар. И, на самом деле, там еще идут некоторые процессы дозревания, которые тоже улучшают качество нашего вина. Многие лично проверено, что вот за двое суток отвода 4% сахара можно получить таким образом. Кислоту не мерила, но по ощущениям, да, она уменьшается. Это вариант первый. Вариант второй. Можно использовать карбоническую мацерацию, то есть брожение целых ягод в углекислотной среде. Этому посвящен отдельный ролик. Все там рассказано, как это делать, как это физически реализовать, что при этом происходит. Кислота в таком случае перегорает в спирт. И тоже нам хорошо. При этом идет такое значительное уменьшение кислоты. Дальше нам надо понимать вообще все процессы, которые происходят вне. Так вот, после спиртового брожения у нас идет брожение яблочно-молочное. Когда вот эта самая, опять же, яблочная агрессивная кислота, она переходит в более мягкую молочную, осуществляют ее бактерии, могут осуществлять достаточно долго, несколько месяцев. Поэтому нам надо проявить терпение и дать возможность природе сделать свое дело. Либо есть специальные штаммы дрожжей. Кстати, яблочные и молочные бактерии они тоже продаются. И можно не ждать, пока оно там само забротит. А можно все это ускорить. И есть штаммы дрожжей, которые также частично подъедают кислоту. В специализированных магазинах все это продается в любую точку. Можно заказать с доставкой, я думаю, что это не проблема. То есть это тоже еще один из наших инструментов. Дальше, после этого самого яблочного молочного брожения у нас еще есть такой процесс, как выпадение винного камня. Происходит он при низких температурах, и чем ниже, тем лучше. Температура до минус 4, уже часть вина и кислоты выпадает в осадок. И таким образом кислота тоже уменьшается. То есть во время рождения и взросления вина все время происходит понижение этой самой кислоты. И все, что нам надо, это набраться терпения, либо на некоторых этапах, которые я вам озвучила, немножечко помочь. Ну, если вдруг сложилась такая ситуация, что даже после этого всего вам все-таки кисло, есть еще специальные раскислители. Уже они добавляются в вино и уносят еще дополнительную часть винной кислоты. Но с ними надо быть очень осторожными, тоже не спешить, потому что можно убрать слишком много кислоты, и тогда вино получится пресным, плоским и безжизненным. Конечно, есть еще один способ снизить кислоту. В принципе, изначально это способ разбавления. Но разбавление не водой, а каким-то менее тислым соком. И также я все время во всех роликах подчеркиваю, если у вас регулярно проблемы с кислотой, если у вас регулярно ягода не созревает, зачем вы с ним учитесь. Ну, вот так как с чемоданами без ручки. Есть сейчас достаточно широкий выбор сортов, тоже вполне себе неприхотливых, хорошо растущих, и при этом имеющие довольно низкую кислоту. Если же вам, там, ваша альфа и изабелла дороги как память, посадите к ним какой-то добавочный сорт, сорт разбавитель. Например, русский ранний. Сахара много, кислоты мало, шикарно висит на кусту. Пожалуйста, смешали и получили действительно классное, вкусное, ароматное вино. И не надо вам никаких вот этих плясок и дополнительных затрат на тот же сахар. Самое главное, что я хотела донести вам в сегодняшнем ролике, что ни Альфа, ни Изабелла, ни Молдова абсолютно ничем глобальным не отличаются от других сортов винограда. И подходы ко всем одинаковые, как работа с кислотой, как работа сахара. Если вдруг нам нужно повысить крепость начального продукта, а сахара, который есть в виноградной ягоде, не хватает. То есть все абсолютно одинаково. Используются абсолютно те же приемы. И опять же самое-самое важное, что я всегда подчеркиваю, что вы должны услышать, что ягода должна быть спелая. Вот когда мы работаем со спелой ягодой, тогда у нас вопросов возникает очень мало. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще ссылка на другие полезные ролики. Ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!